Здравствуйте! Это программа «Русский космос». И сегодня у нас в гостях герой Советского Союза, герой России, летчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Константинович Крикалев. Добрый день, Сергей Константинович. Здравствуйте! Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. В 1981 году закончил Ленинградский механический институт. В отряд космонавтов Сергей Крикалев был зачислен в 1985. Всего за плечами Крикалева 6 полетов в космос, экспедиции на станцию Мир и МКС, участие в программах «Буран» и «Интеркосмос» и почти 42 часа работы в открытом космосе. С марта 2009 года начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сергей Крикалев – космический фотохудожник, основоположник нового направления фотоискусствия и космическая фотография, представленная в 3D-технологии. В 1991-1992 году у вас был двойной срок пребывания на орбите, больше 300 дней. Причем, когда возник вопрос, надо ли менять экипаж, Сергей Крикалев сказал, да я останусь еще на один срок. Это соответствует истине? – Близко на самом деле, потому что легенды ходят разные, начиная с того, что меня забыли на борту, не могли спустить и так далее, и кончая тем, что я сам наставил на этом. На самом деле мы планировали лететь с Анатолием Арсабарским на нормальный штатный полет, мы к нему готовились, хотя подготовка космонавта – это очень широкий спектр знаний и навыков, которые мы получаем. И, кстати, сравнивая потом нашу подготовку с подготовкой в Америке, мы обратили внимание на некую разницу такую. Мы ее сформулировали так, что подготовка на уровне операций, то есть отрабатываются, репетируются многократно какие-то операции, и отработка навыков. И вот мы понимаем, что полеты у нас более длительные, мы всегда работали, формируя навыки, и поэтому, когда вот американцы так недоуменно мне задавали вопрос, а как ты остался там на второй срок, а что ты делал, если ты к этому полету был не готов? Я говорю, был я готов, потому что, если я что-то умею, я это умею, просто так получилось, что дистанция, к которой мне пришлось идти, она более длительная. И процесс, я вспоминаю, как это дело происходило, на земле, видимо, какие-то обсуждения начались, каким образом адаптировать программу, потому что тогда пытались два полета слить в один, и начали думать возможные варианты. Один из вариантов был остаться мне на следующую экспедицию, на десятую экспедицию, на самом деле, это была девятая и десятая экспедиция на станцию «Мир». Для того, чтобы остаться на эту экспедицию, нужно было получить мое согласие. Я вспоминаю, что на связи к нам вышел Валерий Рюмин, вышел тогда по закрытой связи, чтобы обсуждение осталось между нами, я обрисовал картину, для меня это, конечно, было сюрпризом. Потом он мне рассказывал, что когда ему пришлось в свое время остаться уже под конец полета, когда оставалось несколько дней до конца полета, им полет продлили на несколько дней, он говорит, что он довольно тяжело это дело перенес, и поэтому, как опытный космонавт, и как человек с пониманием, относящийся к тому, как все это дело переносится в космос, он сам лично, будучи руководителем достаточно высокого уровня, вышел на связь, ну и вот задал мне этот вопрос, как я смогу или нет. Я понял, что на самом деле вопрос скорее, смогу ли я дойти до дистанции, потому что я потом, проводя некие аналогии, вспоминал, что это, наверное, подобно тому, как ты бежишь на 5 километров в дистанцию, в середине дистанции тебе говорят, а теперь мы бежим 10, да, и ты должен понять, понятно, что надо менять темп бега, темп работы, понятно, что надо распределять силы на более длинную дистанцию, но вопрос, поскольку ты тратил их уже другим расходом, вообще хватит их или нет. Поэтому я спросил тогда Ремена, ну, хорошо, я подумаю, сколько мне есть времени подумать, он говорит, ну вот до следующего витка или через виток, что означало там полтора-два часа, полтора или три часа мне было дано на размышления, ну и, в общем-то, там перебор вариантов был не очень большой, вопрос самому себе, вот, а дотяну ли я до дистанции, потому что я понимал, что ответив да, я уже беру на себя ответственность. Самый главный вопрос. Космонавты зачастую сегодня, делая огромное количество экспериментов на орбите, говорят, что очень часто не хватает времени. У Сергея Крикалева запас времени был двойной. Времени появилось больше, но и работ появилось больше, поэтому запаса времени как не было, так и не осталось. Что для себя Сергей Крикалев из этого огромного полета вынес нового, неожиданного? Первый полет, и третий полет, и пятый полет, это в какой-то мере вопрос, ответ на вопрос самому себе, а что я могу? И, естественно, я тоже себе этот вопрос ставил, вот стоит такая задача, что я могу? Понятно, что можно сбавить темп, тратить больше времени на сон, на физкультуру, на личное время, понимая, что если я буду заниматься тем, что я буду переживать длительность полета, пережить его будет, в принципе, возможно. Опыт до меня уже был, уже летал 11 месяцев Романенко, уже летали 12 месяцев Титов и Монаров к тому времени, поэтому, в принципе, у меня больших таких сомнений, что я там не смогу дойти до конца, не было, и есть вопрос, насколько эффективно. То есть можно ли сохранить нормальную работоспособность, можно ли дойти до финиша, сделав по максимуму. Для меня это был интересный эксперимент самим собой, то есть как распределять эти силы, ну как и в спорте, наверное, да. И я вспоминаю, как и в спорте, когда тренер нам говорил, что если ты пришел на финиш полный сил, то, значит, ты где-то недорабатывал на дистанции, поэтому задача на самом деле стояла такая более тонкая, то есть их израсходовую силы до конца, но в то же время, чтобы их хватило. Было много других интересных нюансов, как то, например, свой первый полет я летал с более опытным тогда Александром Волковым, который к этому времени уже имел два месяца полета, и это для него был второй полет, когда я летел свой первый. Все-таки у меня был старший товарищ, к которому я мог обратиться по любому вопросу, да, он мне мог где-то там за руку провести через какие-то трудности. И когда я понял, что оставаясь на вторую половину полета, ко мне прилетает Волков, и мы с ним на протяжении еще пяти месяцев будем вдвоем, кстати, в первом полете мы были втроем с Валерой Поляковым, а в этом полете вдвоем у меня было некоторое такое сомнение, что насколько нам тяжело будет работать, потому что уже вроде как все анекдоты рассказаны еще в первом полете, и все-таки это все было сравнительно недавно. Насколько нам удастся поддерживать, ну, такой вот нормальный психологический климат. 212-й космонавт мира, 67-й космонавт Советского Союза. Почти все, что делал Сергей Крикалев за 20 лет в отряде космонавтов, сопровождало слово «впервые». В свой первый полет он отправился неожиданно. В марте 1988 по состоянию здоровья от подготовки отстранили Александра Калери, и Сергей Крикалев заменил его в основном экипаже. Его второй космический полет — особая история. Западные газеты писали о нем тогда как о забытом на орбите космонавте. Незадолго до окончания девятой экспедиции на станцию «Мир» было решено оставить Крикалева в космосе еще на полгода. По политическим соображениям на орбиту нужно было отправить первого казахского космонавта Тактара Аубакирова и первого астронавта Австрии Франца Фибека. Места для бортинженера, чтобы заменить Крикалева на орбите, в корабле не нашлось. Так, не по своей воле, Сергей с мая 1991 по март 1992 налетал 312 дней, став космическим рекордсменом. Стартовав из Советского Союза, космонавт вернулся уже в другую страну. За этот полет герой СССР Сергей Крикалев первым из отечественных космонавтов получил звание Герой России. Потом был 1994 год и подготовка до этого к полету на шаттли, что было абсолютно внове для русских космонавтов и для американских тоже. Подготовка, если вспомнить, она началась в 1992 году. В начале 1992 года я еще летал в космосе, заканчивая этот длительный полет. Летом была реабилитация, какие-то отпуска отгуливались за предыдущее время. И вот по осени уже принималось решение, что такая программа будет. Я имею за плечами уже 15 месяцев полета на мире, зная весь мир, ту конфигурацию, которая была в тот момент, фактически на ощупь. Я подумал, что, наверное, принять участие в такой новой интересной программе будет интересно, но она, конечно, была достаточно трудной. Удивительное совпадение. Командиром полета в тот раз, в 1994 году, был Чарльз Болдуин. Сегодня он директор фактически НАСА, а сегодня Сергей Крикалев, который был у него, начальник Центра подготовки космонавтов. Как вы в новых должностях увиделись? На самом деле было очень приятно увидеть друг друга. В конце концов, когда все пришло к тому, что Чарльз стал начальником НАСА, в общем-то мы, с одной стороны, за него сильно порадовались, с другой стороны, я уже столкнувшись с административной работой, понял, что в какой-то мере, наверное, надо и посочувствовать человеку, потому что ждет его нелегкая судьба. Но я понимал, что он достаточно хорошо подготовлен, подготовлен и к неожиданностям, как любой из космонавтов, готов к такой кропотливой, тяжелой работе. И уже много лет занимаясь в этой системе, конечно, он в этой системе будет очень полезен, имея опыт не только какой-то управленческой деятельности на Земле, но и опыт подготовки, опыт реального полета. Ну, а теперь открывайте маленький секрет. Почему Чарльз Болдин называет Сергея Крикалева своим учителем? Мы все учимся друг у друга. Мы учимся у своих коллег, мы учимся у своих родителей, мы учимся, в общем-то, может быть, и у своих детей чему-то. Перед нами стояла задача, и мы, как профессионалы, очень быстро нашли общий язык между собой и пытались достигнуть той цели, которую мы могли. И каждый из нас пришел немножко с разным багажом, потому что для меня это был третий полет, четвертая экспедиция, но третий полет с одной стороны, но с другой стороны это было уже больше 15 месяцев опыта полета в космосе. Наверное, у всего моего экипажа суммарного опыта такого не было. Но они, естественно, лучше знали шаттл, лучше знали особенности программы, лучше знали взаимодействие именно с Хьюстонским центром управления. Поэтому каждый из нас привносил, что мог, поэтому они все были учителями для меня, я в чем мог, был учителем для них. В вашей жизни был не только шаттл, в вашей жизни был еще и буран, когда вы занимались подготовкой и этого полета. Насколько это похожие машины, насколько они разные, насколько буран, если бы программа не была свернута, потому что как бы вот так вот складывалась экономическая ситуация, насколько бы буран был настолько же востребован, как и шаттл, на ваш взгляд? Ну, есть здесь и плюсы, и минусы. И об этих плюсах и минусах говорилось до полета шаттла, что, с одной стороны, многоразовая система должна удешевить массовый запуск в космос, с другой стороны, сама по себе она более дорогая. Об этом же говорилось и перед запуском бурана, и были люди, которые с самого начала были не сторонниками многоразовой системы, показывая простейшие расчеты, что при существующем грузопотоке количество груза, которое нужно выводить, проще вывести одноразовыми носителями. Говоря уже про технические особенности машины, во многом они были, конечно, общие. Был примерно те же габариты, тот же вес, поэтому внешний вид был очень похож. Я действительно сразу после общекосмической подготовки, у нас, в общем-то, существовал такой рейтинг, кто лучше двигается на определенном этапе, того быстрее включает следующую программу. Я только закончив, даже еще не закончив общекосмическую подготовку, появилась необходимость поставить там человека в четвертый экипаж, и меня говорят, ну, вот ты хорошо закончил, мало того, у тебя летный навык, давай, вот мы тебе ставим программу «Буран». Ну, о чем я там, с одной стороны, опять же, пожалел, что, думаю, неизвестно, когда он еще будет, меня ставит четвертый экипаж, и еще неизвестно, когда первый полетит, а тут еще и четвертый. С другой стороны, я с самого начала понимал, что подготовка будет очень интересной, у нас действительно была подготовка связана и с полетами на самолетах, и с работой на тренажере, и с принятием участия в разработке методик, в осмыслении, как вообще, что делать, распределение обязанностей на борту шаттла. Поэтому я считаю, что мне повезло, еще до первого полета, вот я работал в Центре управления, и создавая методики для космонавтов, для станции тогда еще «Салют» и «Союз», а потом вот принять участие фактически в разработке «Бурановских» методик. К сожалению, программа не пошла. В какой-то момент дыра уже в программе «Мировской», меня срочно перекинули с «Бурановской» программы на «Мир», и мне пришлось в пожарном порядке за меньше чем год сдать около ста экзаменов, для того, чтобы оказаться сертифицированным к полету. То есть это такая была довольно тяжелая подготовка. Но, в общем-то, эта закалка мне пригодилась и потом, потому что подготовка к шаттловскому полету тоже была чрезвычайно тяжелой, потому что на чужом языке новая матчасть. Я понимаю, что мы являемся с Титовым представителями всей нашей российской программы, поэтому лицом в грязь ударить нельзя. И поэтому, вот я вспоминаю, тогда это был практически год 15-часового рабочего дня с редкими выходными, как правило, с рабочей субботой. И это мне сильно напоминало тот режим, в котором я работал, готовясь к своему первому полету, когда приезжая в свое общежитие, я приходил, как правило, к закрытым дверям магазина. Для меня вот это была проблема, что даже что-то купить по мелочи нельзя, потому что в воскресенье магазин закрыт, а все остальное время я работаю. У вас открылся космоцентр, который многие называют детским космоцентром, но, насколько мне известно, это не единственная его задача. Дети, конечно, обязательно там будут занимать, может быть, и большую часть времени, но возможности космоцентра это гораздо больше, чем просто там детские программы. Мы надеемся, это будет и профориентация для ребят постарше, и дополнительная подготовка для студентов, студентов, особенно космических специальностей и профессий. Ну и, может быть, это повышение квалификации специалистам, уже работающим в космической отрасли, как некие средства повышения квалификации. Давайте с вами развеем сразу знаменитую фразу, которую говорят все. Воспитатели, старшее поколение, среднее поколение. Когда ребенок говорит «хочу быть космонавтом», и ему говорят, что «ты будешь космонавтом», на самом деле это может превратиться в трагедию всей жизни. Такие варианты возможны, причем это не обязательно для детей. Я помню своих друзей, которые вместе со мной, отработав уже какое-то время в космической промышленности, закончив институт и отработав в космической промышленности, шли в отборы, по разным причинам не проходили. Это действительно для некоторых из них была такая серьезная трагедия. Я на эту тему очень часто говорю детям, которые к нам приходят и которые не понимают на самом деле, что они еще хотят, потому что зачастую кем ты хочешь быть, дети отвечают то, что от них хотят услышать родители. Особенно маленькие дети, они не понимают, в общем-то, о чем и речь идет. Говоря о том, что дети приходят, все-таки интересуются или их приводят, на самом деле это даже не так важно. Важно то, что я им пытаюсь объяснить, что приход в космонавтику – это не обязательно быть космонавтом. Космонавтика – это такая широкая дисциплина, как раньше говорили, у нас в космонавтике задействованы миллионы человек. Это правильно, потому что учитель, который учит будущего инженера, который создает космическую технику, к космонавтике причастен. Врач, который лечит человека, который работает где-то на Байконуре, к космонавтике причастен. Очень широкий спектр, но, наверное, более узкий, можно говорить, это технические дисциплины, но даже не обязательно технические. Из техники тоже такой широкий спектр. Кому-то нравится радиоэлектроника, пожалуйста, космическая связь. Кому-то нравится механика больше, пожалуйста, система ракеты, космических кораблей. Кому-то нравится больше биология и медицина. И, казалось бы, это не то, что мы привыкли связывать с железом, с космосом, со стартовым комплексом, с железной ракетой, заправкой. Пожалуйста, космическая медицина. Это целая отрасль, которой можно заниматься, интересно заниматься. И я уже не говорю о широком спектре научных экспериментов, которые тоже многие из них проводятся в космосе, космической биотехнологии, космическая медицина, космическое материаловедение и так далее. Можно перечислять до бесконечности. По приборам до станции 185 метров. Скорость идет на сближение по 5 метров в секунду. Ой, сантиметров в секунду. Скорость растет. Им всего по 15. А они уже экипаж космического корабля. Стыковка в ручном режиме. Руководит процессом Андрей Захаров. Чувствуешь себя как бы... Ты управляешь такой махиной и в космосе. Ощущение, которое на Земле никак не испытаешь. Так хотя бы понимаешь, каково это, как это выглядит на орбите. Конечно, до настоящей орбиты им еще далеко. Но вот азы космической науки эти школьники уже постигли. В центре подготовки космонавтов. Уникальный образовательный центр на территории, где готовились и готовятся к полету покорители космоса. И не только из России. Здесь могут обучаться 150 школьников из самых разных уголков страны. Пускай он не станет космонавтом. Пусть даже он не придет в космическую отрасль. Но то любопытство, оно будет здесь взращено, будет открыто. И он с интересом будет заниматься и физикой, и химией, и биологией. Может быть, астрономией. И с учением в земле. Настя Блинова настолько поглощена и увлечена космонавтикой, что уже сама может обучать друзей. Космонавты в невесомости, они вот за эти стулья, можно сказать, цепляются ногами. Могут так. Могут вверх ногами здесь вообще висеть. Реальный тренажер, модуль станции «Мир». Ценнейший и при этом работающий экспонат. Все так же, как на легендарной орбитальной станции. Здесь тренировались большинство советских космонавтов. Вдох, но у нас ведь вдох активный, правильно? В космоцентре можно научиться многому. От оказания первой медицинской помощи до навыков управления вертолетом и самолетом. А еще примерить настоящий скафандр для выхода в открытый космос и даже оценить вкус орбитальной еды. Здесь есть разные каши, разные лепешки, все, что, можно сказать, душа захочет. Но самое главное, здесь каждый найдет новых друзей, увлеченных одной мечтой – стать ближе к космосу и, быть может, самому приблизиться к звездам. Очень интересно, я даже хоть там половину всего не понимаю, но все равно очень интересно. Я прилечу в космос. Это я вам обещаю. Центр подготовки космонавтов. Сегодня туда набираются молодые космонавты. Средний возраст, если мне не изменяет память, он где-то 25-30. Что это за люди? 30, да. На самом деле мы проводим сейчас такой эксперимент, потому что всегда набирали космонавтов из либо космической промышленности, либо медиков, занимающихся космической медициной, но это очень малое количество людей проходило по этой ветве, либо летчики, военные летчики, которые тоже имели уже некий опыт управления сложными системами, подготовки, перенесения стрессовых условий. В этот раз мы проводим открытый конкурс. Значит, ограничение в этом открытом конкурсе до 33 лет, хотя, ну, может быть, какие-то исключения невозможно, но это действительно должен человек быть очень полезен для системы, чтобы нарушать некие правила. Правило такое, что берем ребят до 30 лет, поэтому средняя цифра, наверное, где-то крутится около 30, потому что одно из требований все-таки, чтобы человек имел высшее образование и имел опыт работы, поэтому это уже определяет возраст старше 20, ну, где-то 25. То есть между 25 и 33, ну, наверное, где-то 28-30 лет, тот возраст, через который проходят космонавты в процессе отбора. Люди идут очень разные, поскольку конкурс объявлен открытый. Раньше мы все-таки брали людей из системы космической, и это были люди мотивированные. И, грубо говоря, это не просто были люди, как вот ребенок пятилетний, говорит, хочу, да, не зная еще, что хочу, но хочу. Это были люди, которые знали, что хотят, они приложили уже какие-то усилия к достижению цели. Приходят ребята, которые, ну, может быть, и не думали раньше сильно становиться космонавтом, но имеют очень хороший уровень образования, хорошую голову и хороший физический статус. Жизнь показывает, что даже люди мотивированные, как только они сталкиваются с трудностями, со сложностями, начинают задавать себе вопрос, зачем мне это надо. Мечта недостаточно сильная или как бы затраты слишком большие, кажется, человеку, поэтому люди уходят. И это очень печально, потому что, если кто-то приходит, он занимает место того, кто хотел и кто мог бы, может быть, отдавать себе программе, они берут на себя большое количество ресурсов, потому что их начинают готовить. На них тратится время и инструкторов, учителей, так и время тренажеров. И когда человек по разным причинам, сбилось ли у него здоровье или он раздумал сам, ему показалось слишком тяжело, это всегда печально, потому что мы что-то теряем с этим. Есть люди, которые, оказавшись без работы, просто рядом живут, говорят, а что, рядом живу, работы нет, вот давайте я буду космонавтом. Поэтому, конечно, требование по отбору может быть жестче, чем хотелось бы некоторым товарищам, но я думаю, отбирая в свою группу, в свой профессиональный круг людей, мы делаем это, понимая, что не только состояние здоровья, не только даже знание является определяющим критерием. И поэтому возник такой тест на обучаемость, то есть человеку дается описание некой системы, и мне это сильно напоминает та подготовка, которая у нас была в Хьюстоне. Когда тебе в ограниченное время дается литература, говорят, ну вот читай там три часа, будут вопросы, приходи, спрашивай. Дочитывать приходилось ночью, со словарем, переводя определенные термины. Для ребят, по крайней мере, этой трудности нет, но, в общем-то, очень интересно наблюдать, как люди заведомо неизвестную им систему изучают, ну и кто из них что впитал, кто может передать то, что он впитал, кто теряется, кто наоборот мобилизуется. В общем-то, стараемся отбирать тех людей, которые будут потом готовы и устойчивы к стрессовым условиям. Вот мы уже поняли, что средний возраст тех, кто приходит сегодня в отряд космонавтов, это 30 лет. Когда они полетят в космос, когда они станут действующими космонавтами, готовыми к полету, и когда они будут ориентированы именно на эту работу? Ну, некий минимум, наверное, это общекосмическая подготовка два года, подготовка в группе, где нужно сдавать упомянутые около сотни экзаменов, и это требует, ну, если в нормальном, там, в экстренном графике, вот я проходил это дело за год, в нормальном графике, наверное, ну, от двух до пяти лет, кому как повезет, и многое зависит от того, когда человек ставится в программу, когда он оказывается готовым для того, чтобы включиться уже в экипаж, и подготовка в экипаже сейчас на Международную космическую станцию около полутора лет. То есть в сумме получается, ну, вот, наверное, минимум какой-то это там 5-6 лет, ну, а реальность, наверное, где-то там 6-5-8. Так что где-то вот в возрасте, там, 35-37-38 лет, но некоторые ребята, кстати, будут приходить и в возрасте, там, 26-27, поэтому они могут в возрасте, там, 30 с небольшим уже оказаться в космосе. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был герой Советского Союза, герой России, лётчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Крикалёв. В студии был Алексей Самолётов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok